Здрасте! Всем, друзья, приветуленьки! У нас тут ферма от Родной Долины. Мы, в общем-то, продолжаем потихонечку развивать наш колхоз. И все у нас, в общем-то, по факту-то идет неплохо. Прошло с момента последней серии вроде как два дня или две ночи и один день. Честно говоря, не помню. Но это не важно. За это время я продал всю коноплю. У нас ее теперь ноль. Я погасил весь кредит. У нас осталось еще 51 тысяча на жизнь. А также, друзья, я поддерживал вот эти вот производства в работе, чтобы они не заканчивали свою работу. В общем-то, надо опять будет опустошить это все дело и закинуть. Сейчас сделаем. Вот. Но у нас уже насобиралось здесь 237 кубов семян и 234 куба удобрений. Это, в принципе, много. И эти удобрения мы будем продавать. Также у нас вроде как почти что закончился весь ил, который мы насобирали. И еще, друзья, я посмотрел с этим илом такая история, в общем-то, где... А вот оно, наше озеро. А начал он здесь появляться, но перестал он здесь появляться, короче. То есть, если мы сейчас посмотрим внимательно, то там, где я закончил сбор, полосочка потолще будет, чем вот там, где мы убирали уши. И то же самое вот эти вот убранные, они видно, что отличаются по толщине между собой. То есть, ил перестал появляться. Также озеро высохло. То есть, надо будет сюда обратно воду, что ли, заливать, чтобы ил появился. Но, ладно, с этим мы разберемся чуть попозже. Ну и, друзья, что самое главное, у нас созрело одно поле с кофем. Вот это. Соответственно, нужно его убрать. А пока мы будем его убирать, созреет соседнее поле. Вот такая вот интересная история. И, в общем-то, в принципе, можно начать уборку. Но, с другой стороны, хочется сразу на новом комбайне это все дело начать. Начнем мы, друзья, с продажи удобрений. Надо было его сразу отправить, потому что ездить он будет долго. Поехали первые, загрузим или нет. Давайте, друзья, сначала займемся тем, что запустим все производства. Посмотрим, сколько у нас удобрений, сколько раз ему надо будет кататься. Потому что, знаете, конец дня у меня голова не варит ни хренашеньки. Короче говоря, смотрите. Нужно забрать отсюда прицеп удобрений и привести прицеп ила. А здесь, соответственно, привести прицеп ржи и забрать прицеп удобрений. Все просто. По водичке, да. А водичка еще есть. 31 куб. Удобрений здесь еще 9 кубов осталось. Мы сколько мы, 14, наверное, закинули в прошлый раз. Короче, удобрений дохренища. Если что, потом будем по чуть-чуть добавлять. Поэтому, в общем-то, катаемся. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот как-то так, в общем-то, это все происходило. И ночью я раз в 10 такие манипуляции сделал. Загружается очень медленно из производств семена и удобрений. Из этих производителей, да, семян и удобрений. Ну, в общем-то, итого, у нас есть 281 куб семян. Это почти на 6 полных хода к вот этому товарищу. Поэтому я предлагаю загрузить еще немного с производства и отправить его продать все, что есть на складе. Тут еще произведется удобрений расход небольшой. По факту, даже еще в удобрялке есть то, что нужно, то еще чего хватит. Так что можно смело продавать. Вообще, отсюда, кстати, надо меньше куба. Поэтому загружаем куб, и этого хватит. Смотрим, где мы это можем дело продать. Минардс. Где это находится, я в душе не знаю, если честно. С другой же стороны, это же может быть в точках продаж, правильно? Вон, Минардс, смотрите-ка, есть. И возим мы туда удобрения. Во. И съездить нужно 6 раз. Ездит он не сильно быстро. Особенно полностью загруженный. Джесси Бишка. Селенок ей не сильно хватает. Селенок не сильно хватает, да. В общем-то, пускай едет, это все дело продает. А мы, видимо, просто ждем, да. Мы пока что можем прицениться. С этих удобрений мы заработаем 567 тысяч. Плюс 51 тысяча у нас есть на балансе. Итого будет 618-133. Ну, если, конечно, других расходов за это время не будет. И, конечно же, хочется купить в первую очередь комбайн. Жадка к нему обойдется в 89 тысяч. Плюс, допустим, если мы ее покрасим. А мы ее покрасим, потому что мы хотим, чтобы все было красиво и по фэншую. Она обойдется в 90 тысяч. Итого останется 528-183. Комбайн первый, конечно, хочется купить класс Лексион. И, в принципе, на него хватает денег, по факту. Колеса никакие я смысла брать не вижу. Но, в общем-то, хорошие новости. Сейчас, значит, Джесси Бишка доездит вот это вот все продаст. И мы едем за новым комбайном. И будем убирать кофе уже классом. Классно. Твою мать, я ему на этот Минарц ехать 6 минут. Это очень долго. А вот, кстати, друзья, еще одна грустная новость. Я нашел на карте этот Минарц. Он находится на другом острове. Нам туда никак не попасть. Единственный способ, который я вижу, это взять паром. Можно даже взять его в аренду. Берем паром, значит, что поделать. Вот этого товарища отправляем в магазин. Надеюсь, он поедет не через мост по кругу. А, еще налево есть мост. Две минуты. Он же построен, он построен. Все прекрасно. Видимо, придется кататься на пароме. Вот он вот такой паромчик, короче. Спускаем его на воду. И надо найти место, где можно будет спустить технику. Без проблем. Вижу, с другой стороны, в общем-то, есть такое замечательное место. Вообще, не очень мне нравится эта идея этих переправ. Но, что поделать. Так, надо же еще найти, как у нас открывается эта штука. Во. Вот так вот она поднимается. Боже, как ты долго останавливаешься. Этой штукой управлять очень сложно. Она и неповоротливая, и... Ну, вы поняли. Все, двигатель глушим. Надо, друзья, еще пойти поплавать. И найти место, где мы будем на другом берегу-то пришвартовываться. Вообще, нам на Минардс надо туда поближе искать место. Вот есть какая-то пристань. Вот сюда и будем пришвартовываться. Отлично. Тем временем, этот товарищ у нас почти доехал до магазина. Поэтому, друзья, загоняем его на паромчик. И едем продаем наши удобрения. Так, а вот это меня уже, если честно, пугает. Падла, а че ты уплыл? Ясно, я понял. Тут, короче, кроме того, что... Вот эту штуку надо было поднять. Надо было еще опустить вот эту. Это минус трактор. Я, конечно, прошу меня простить. Может быть, конечно, это читерство. Но, друзья, я перезапущу сейв. И мы встретимся в том же самом месте в то же самое время. Итак, ребятушки, дубль 2. На этот раз я немножко пораньше справился со всеми работами. Довольно быстро. И сохранился еще на всякий случай, разумеется. Но вроде как, с учетом того, что я тут все пооткрывал, все это дело должно работать, да? Работает. Шикарно. Охрененно. Я остановился и паром уплыл. А как, я не знаю, якорь. Какой-нибудь якорь же должен быть. Короче, вот эту штуку мы закрываем. Эту штуку мы тоже закрываем. И поплыли, в общем-то, на остров, на другой. Субтитры сделал DimaTorzok Так, ну вроде бы пришвартовались, да? Переходим в трактор и пытаемся отсюда уехать и не упасть в воду. Потому что что-то мне подсказывает, что вероятность крайне высокая. Да не, вроде бы уехали даже нормально. Поехали, в общем-то, продавать это все дело. Ну и вот они покапали денежки. Чего не делаешь ради денег? Какой же херней ты все-таки не будешь маяться? Ради всего этого дела. Зато почти 100 тысяч одного прицепа у нас будет. 94. По-моему, шикарно. Пять таких прицепов нам надо, друзья, перевести. Я это, разумеется, делаю за кадром. Все, друзья, больше никаких переправ. Вообще, ни разу. Не буду, не заставить и так далее. Давай швартуйся. Короче, с этим берегом вообще какая-то все плохо. Тут паром уезжает и можно случайно потерять, ну, в общем-то, вы понимаете, да, что может случиться. И вот опять беда случилась. И знаете, не первый раз это у меня. Почему-то вот на том берегу он хорошо цепляется, а на этом берегу он вот такой вот дичью занимается. Ну ладно, в общем-то, с горем пополам у нас на балансе 600 тысяч. А это значит, избавляемся от этого парома и покупаем себе комбайн. И, конечно же, это будет класс Лексион. Охрененная штука. И покупаем ему жатку на колесиках за 89 тысяч. Красим ее классовские цвета. Вот как-то вот так вот. Ну, мне нравится, пойдет. Наклеечку классовскую, конечно же, клеим. И 89,950 мы за это платим. И вот он, наш комбайн готов к работе. Осталось на балансе 35 тысяч денег. Удобрений на складе больше нет. Но зато у нас есть два поля огромных с кофе. Одно из них созрело, и мы сейчас его пойдем убирать с помощью нашего нового комбайна. А вот этого товарища вообще надо отправить просто по автодрайву. Можно даже прямо отсюда. Первое поле мы будем убирать в 44-е. Оно созрело. И, соответственно, на мой элеватор. Давай, шуруй. Короче, отвози все это дело. Разворачивайся тут, как тебе удобно. А мы берем нашу новую игрушку. Но, твою мать, опять забыл отключить суперсилу. Вот такое вот дерьмо иногда случается, да, бывает. Так вот, берем нашу вот эту вот игрушку и едем на 44-е поле и ставим его в уборочную. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну вот и все, друзья. Пацан пошел работать. И, кстати, соломыш он разбрасывает не на полную ширину жатки. Да, есть такой момент. Зато будет быстро убирать. Это сэкономит нам просто ту его кучу времени. Это же прекрасно. Ну и мы, друзья, видимо, встречаемся после уборочной. Хотя еще неизвестно, когда у нас вот здесь кофе вырастет. Но, в общем-то, да. После уборочной встречаемся и смотрим, что к чему. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Значит, друзья, на этом у нас заканчивается уборка первого поля. И слушайте, как тут почти ровненько рассчитано под прицепчик оказалось. Прям совсем пупучка одна в комбайне останется. Вот. Едем, в общем-то, разгружаем вот это вот все дело и дальше будем думать. Хотя думать тут на самом деле особо нечего, потому что соседнее поле вроде как еще не созрело, но мы сейчас это проверим. 866 литров осталось в комбайне. Вот это вот четко получилось, конечно. Хотя пару раз я уезжал, не до конца его, не до конца наполнивший прицеп. Может быть, было бы по-другому все. Ладно, все это не важно. Довольно быстро комбайн убрал это поле. Правда, вместо автодрайва помогал ему я. Плюс еще маленький трактор тоже ездил на автодрайве, чтобы чуть меньше простоя у этого самого комбайна было. Хотя, меньше его было или не сильно меньше, не знаю. Но, опять-таки, поле убралось быстро. Новый комбайн это прям очень нужное приобретение. Так, а ты не хочешь оттуда свалить, а, товарищ? Видимо, не хочет, но ладно. В общем-то, двигатель глушим и разгружаем вот эту вот штуку. Погнали посмотрим, созрело ли второе поле. Но я думаю, что еще нет. Растет. Во сколько у нас следующая стадия созревания, я, честно говоря, без понятия. Поэтому будем просто мотать время, пока оно не созреет. Также, друзья, что у нас тут по кофе получилось? 509 кубов. Нормалды. Я думаю, что на сегодня на этом мы закончим. Я, друзья, еще за кадром соберу весь этот ил. Абсолютно весь. Уберу поле, промотаю время и посмотрим, что у нас там с засухой и илом. Будет ли он появляться? Ну, а также наши вот эти вот два производства буду за ними следить. Ну, и поля еще засеять обязательно, конечно, тоже надо. Но и в следующий раз у нас будет большая распродажа, насколько я понимаю. Будет очень много кофе. И мы его весь будем продавать. А также еще, кстати, удобрения. Но если удобрения опять возить на другой остров, то пошли они нахрен со своим вторым островом. Я на пароме кататься туда не буду. Вот. На этом, в общем-то, друзья, тогда все. Подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны. Лайк обязательно надо поставить под этот видосик. И написать какой-нибудь комментарий. Спонсорам огромное спасибо за поддержку. На Бусте, если что, сезон уже, скорее всего, отснят. Плюс там к этой серии еще уборочная в таймлапсе бонусом к этой серии. Так что, в общем-то, кто хочет, чуть больше контента. Если это, конечно, можно назвать контентом. На этом, друзья, все. С вами был Никита Зилой. И всем пока-ки. А озеро у нас теперь без ила. Вообще. А на базе его лежит 531 куб. И сделаем из этого всего удобрения. А с озером посмотрим. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»